Зомби лучше большинства людей. Во-первых, у них есть мозги, во-вторых, они прожили жизнь, и в-третьих, они точно знают, чего хотят от окружающих. Всем доброго трямсика, мои зелёные братишки и сестрёнки. Я понимаю, что вы, наверное, ждали сегодня адски ужасно злодейского римчика, а точнее Макен Виллан, но что-то душа не лежала. Да и что, я зря в Зомбойде Склад вчера 4 часа разгребал. В общем, поехали мотаться по Малдра. Пока я записывал вступительное слово, я думаю, что вы уже заметили, что я тут немножечко обосновался вот на этом складе. Если кто-то здесь был, то он, наверное, в курсе, что здесь вот куча ящиков, и здесь ящики, и там ящики, и я всё это разобрал. Я нашёл три, по-моему, или четыре бура. Два бура на этом складе, и два бура ещё там на складе чуть подальше. И самое главное, к сожалению, всё происходило не на запись, естественно, да, я это всё между сериями делал. Когда я открыл этот склад, сработала сигнализация, и вы понимаете, что тут происходило. Поэтому с зомбарей в округе убито море просто. Я сжёг только порядка 50 тел. Вот, видите, вот у нас бур здесь лежит, бур здесь лежит, и два бура в машине ещё валяются, по-моему. Давайте, кстати, посмотрим, валяются ли там буры или нет. Да, два бура здесь у нас лежит. Давайте мы их, кстати, сейчас, наверное, перетащим. Смогу я? Эй, только по одному, и то очень-очень тяжко. В общем, планы какие? Во-первых, мне надо найти кувалдометр. Мне обязательно нужна кувалда для того, чтобы вскрыть тут рядышком ещё один склад. Там всё закрыто, и мне нужен топор. То есть вот это всё помещение я пересмотрел, и топора я нифига не нашёл. Поэтому мы с вами будем смотреть на предмет кувалды, на предмет топора. И ещё я хочу всё-таки съездить здесь в больничку и её немножечко грабануть. Но сначала мы поедем с вами в полицейский участок. Я хочу найти, может быть, какие-то рюкзачки, да? Для того, чтобы складировать вещи в рюкзаки, потом их запихивать в машину, ну и таким образом немножечко экономить пространство, которое... Ух ты, ты, оказывается, живой, да, был? Ну и изначальная наша цель, вот, привезти какие-то прикольные ящички для инструментов или ещё что-то, она не оправдалась. То есть подъёмник, во-первых, не переносится, к сожалению, то есть его нельзя взять отсюда и переставить куда-то в другое место, да? Подъёмник это тот предмет, который не снимается в принципе. Увы и ах. Так, ребятушки, полицейский участок я примерно помню, где находится в Малдроу, а вот где мне искать топор и тем более кувалду, я вообще в душе не представляю. Блин, чего ж у вас так много-то? Ребята, чё-то вы прям, прям очень хотите со мной познакомиться, как я понимаю. Вот наш отель родной, буквально вот родненький уже. Кстати, на самом деле отель это хорошо. Давайте-ка мы в отель заедем, потому что здесь у нас есть пара помещений, которые неплохо было бы досмотреть. Ну и я так по привычке здесь и останусь жить, вот это будет веселуха, да? Твою мать, да вот, господи, я никак не привыкну к тому, что такое маленькое дерево может создать такие большие проблемы. И я бегаю с ножом, потому что не могу найти топор. И, соответственно, у меня есть некоторые небольшие проблемки с поиском веточек. Ну, не, блин, рановато. Эй, уэй! Она, говорит, сама упала на ножик. Все 28 раз. Я каждый раз, когда вот таким образом убиваю очередного зомбаря ножом, мне, ну, в общем, я каждый раз срусь по полной программе. Так, давайте посмотрим. Может быть здесь есть то, что нам нужно. Ну, да мать же твою за ногу, откуда вас здесь столько? Каждый раз, вот я говорю, я каждый раз, когда бегаю по этим всем городам, я вспоминаю о том, как вы мне рассказывали, что у меня очень мало зомбей. Ну, куда уже больше-то, ребята, куда? Пипку Бендера обязательно возьмем. Я помню, нам надо будет много пипок, и Бендер будет опять в шоке. Цветные проводочки давайте тоже заберем. Ну, к сожалению, здесь я не вижу пока того, что нам нужно. Ну, ладно, давайте разберем сразу промышленные пылесосы. Во-первых, с них падают моторы, которые нам могут пригодиться. Ну, и во-вторых, надо прокачивать электронику. Это долгий и такой геморройный процесс. Давай разобрать и рацию тоже до кучи. Электрический провод тоже возьмем. Нет, к сожалению, здесь нам не повезло совершенно. Ну, ладно, давайте зайдем в отель. Там есть еще одна комнатка. Ой, тут еще есть много всяких друзей, с которыми бы совершенно не хотелось знакомиться. Блин, что ж я все время туплю-то? Я говорю, я просто жестко очкую каждый раз, когда они меня хотят укусить. Мне хочется их ударить побыстрее, чтобы они все-таки меня не укусили. Ну, боюсь я, что они меня за локти покусают. А, и перед тем, как идти, кстати, надо бы, наверное, все-таки скинуть в машину вот эти электродвигатели, потому что весят они до дури. Так, тут у нас гниловастый бегает. Пару электромоторов, батарейки, и к нам уже крадется девушка. А, она не к нам крадется, но давайте мы ее все-таки немножечко упокоим, так сказать. Эх ты какая хитрая зараза. Кстати, вот смотрите, средняя походная сумка. Почему бы и нет? А вот здесь же точно, здесь еще один склад есть. Вот куда надо заглянуть-то, ребята. Мы лучше заглянем в этот склад и посмотрим, что есть там. Это намного полезнее. Аккуратненько, аккуратненько. Надо какие-то, знаете, шипы такие на машину поставить. Было бы вообще огонь, чтобы прям со стопроцентным успехом расфигачивать всех зомбей. Ну, я думаю, что когда автомобильный билд будет полностью уже готов, найдутся какие-нибудь умельцы, которые реализуют такие фишки. И мы будем наслаждаться настоящими, да, мать твою за ногу, настоящими правильными зомби-машинами. Подготовленными... Ты куда пошел-то? То есть ты меня не хочешь, да? Ну и ладно. Я что-то настолько некрасив, что ли? Надо здесь сначала все немножечко подчистить, чтобы всякие вот эти вот товарищи нам не мешались. Ой, блин, опять зомбари начинают исчезать. Это проблема. Так, опа-па-па-па. Слушай, а что вас там так дохрена-то? Ну-ка давай, ладно. Тогда давай возьмем посох в обе руки, потому что он все-таки по площадям-то хреначит лучше. Кстати, спасибо за совет. Действительно, они очень хорошо так кучкуются. Да что ж такое-то? А что вы такие настырные-то? Слушай, а что они такие резкие-то, как по нос стали? Ну они, видимо, очень жрать хотели. Да по-другому я этого объяснить не могу совершенно. О, блин, все стены заляпал. О, смотрите, какой прикольный. Ну это, это, короче, диссмайлик, или как это сказать, смайлик печальный, короче. Два глаза и такой вот рот совсем-совсем печальный. Давай ножичек возьмем. Нам надо топор найти. Тогда все проблемы наши решатся. Я не буду разбирать вот эти склады, я думаю, потому что мне что-то искренне впадло. А, кстати, да, еще похолодало. В общем, сильно похолодало, и мне пришлось теперь ходить в свитерке, потому что я тут спал такой на складе и проснулся со снежинкой. Ну и подумал, что как-то это, наверное, нехорошо. Надо искать одежку, пришлось пробежаться по домам, ну и я без проблем ее нашел. Здесь много всего интересного, но нас интересуют вполне себе конкретные вещи. Топор и нас интересует кувалда. Вот, кувалда интересует вот как раз для таких вот проблемных мест, где дверь почему-то закрыта. Топора, по ходу дела, тоже нет. Кстати, почему топором нельзя попробовать прорубить какую-нибудь дверцу? По-моему, это должно быть довольно-таки легко. Штанцы. Гламурные зеленые штанцы. Можно было бы их поменять, но я тут ходил, стирал свои. Да, просто на самом деле игра очень страшная, и периодически приходится стирать штаны. Даже чаще, чем хотелось бы. Так, ну все. Здесь, в общем, везде все закрыто, к сожалению, и нихренашеньки здесь нигде нету. Сейчас пробежимся, конечно, еще вот по этим открытым складам. Но здесь, как видите, это у нас склад для бухариков, судя по всему. Ребята такие приходили. Эй, жена, я пошел перебирать склад. А на самом деле пошел, сука, и нажрался там с друзьями, потому что столики стоят, креслица. Да неужели здесь нет ни одного топора? Даже самого сраного какого-нибудь топора-выживальщика. Походу, дела нету. Так, что-то я устал очень сильно и перенапрягся довольно неумеренно. Ой, ладно, пойдем отдохнем тогда. Спать мы не будем. Так, подожди, вот здесь вот у нас... Ой, подожди, а я здесь не был, что ли? Или... А, нет, я был здесь. Роднуля, кухонный ножик, кстати, давай тоже приберем. И всякую электронику, я думаю, что я пока здесь сложу, потому что вот это нам все не нужно. Ну, не то, чтобы не нужно, этого всего просто у меня на складе, вот на том, который я перебирал, очень-очень много. Я думаю, что сейчас мне это точно с собой не пригодится. Мне стальные трубы давай все-таки, братка, возьмем. Так же, как и спичечки. Вот такие мелочи, они ничего не весят практически. Ну, правда, из-за мелочей, из таких как раз и складывается тот вес, который мы уже переносить, сука, не можем. Электронные запчасти тоже я заберу, потому что в некоторых ситуациях, короче, они могут быть нужны. Скоро мы запустим генератор, а он чинится у нас только путем применения таких запчастей. Ну, есть надежда, что мы найдем топорик в ком-нибудь из этих ребяток. О, подожди, здесь же никого не было. Ты откуда здесь взялась? Красавица. Кстати, даже почти не гнилая. Походу, померла не так давно. Давай тогда отдыхаем здесь. Чуть-чуть ускоримся, хотя это может быть шревато. И у нас 18.30. По-моему, мне придется сейчас идти спать. Клюковки. Клюковки съесть. Вы мне советовали не делать грозди. Но у гроздей, по-моему, там помимо жажды и голода, есть еще параметр, который они восполняют. То есть, типа, они вкуснее получаются. Может быть, я, конечно, что-то путаю, но там, по-моему, не только голод и жажда, а что-то еще тоже есть. Ладненько. Я думаю, что нам надо возвращаться на наш склад, переночевать и с утреца уже идти дальше. И скоро придется, я чувствую, на ножичек кухонный переходить. Ты гнида. Я ему в затылок не попал. Нет, уж ножик я на тебя тратить не буду. А, смотрите, стрит-кнайф. Взять в основную руку. А этот стрит-кнайф, соответственно, выкидываем. Ну ладно, поехали на склад и встретимся с вами уже утречком. А, кстати, я вам совсем забыл показать, как я тут укреплялся. В общем, проводил я разные исследования. И они показали, что никакие вот эти ящики и все прочее, они не мешают нифига проходу куда-то к дверям. Там еще, кстати, вот подождите, мне другое интересно. Почему вот эти два ящика мешают? Обратите внимание, да? А вот этот ящик получился какой-то неудачный. Он что, в воздухе висит, что ли? В общем, сюда подойти можно. Здесь было очень много зомбарей. Все эти двери были вынесены. И мне, соответственно, пришлось заново все это отстраивать. Причем я был просто адово уставшим. О, вот эту дверь, кстати, надо укрепить. Особенно учитывая то, что я рядом с ней сплю. Давай гвоздички возьмем. И досочки возьмем. И зашьем эту дверь к фигеням собачьим. Потому что я не хочу проснуться и обнаружить. А вы мертвы. Отсюда возьмем еще немножечко гвоздей. И пойдем укрепимся. Хотя бы, по крайней мере, может быть... А, нет, давайте я даже не поленюсь. Я с этой двери никогда не выхожу. Поэтому мы сейчас на ней... Слушай, чувак, чтобы я мог... А, я думаю, он прямо спиной собирается ставить брикаду. Вот, прикиньте, такой встал спиной и быстренько прибил все как надо. Ровненько, аккуратненько. Вот это мастерство, ребята. Вот это мастерство. Итак, с той стороны мы укрепились. Ах ты гнида. А вот эта дверь, конечно, нас хромает. Она у нас немножечко опасна. Дамочка, прилягте, пожалуйста, отдохните. И я, знаете что, я решил еще, наверное... Вот тут я тоже подумал. Мы подумали и я решил. Так, дверная ручка нам пригодится. Я сейчас тут поработаю еще немножечко. И сделаю зону сна немножко безопаснее. Вообще, на самом деле, я хотел здесь сделать реальный аванпост. Но мне нужна кувалда для того, чтобы внести некоторые, так сказать, необходимые изменения в конструкцию этого здания. Слава богу, теперь нет никаких досматривающих организаций. И мне, в принципе, положить с прибором на то, кто что там скажет. Да, перепланировки, вся фигня. Да, плевать я хотел. Досок у нас немерено, поэтому можно тут размахнуться как хотим. Ну, на самом деле, вообще пофигу. У нас всего одна дверь отделяет зомбарей, собственно говоря, от того, чтобы сожрать нас к фигням собачьим. Поэтому давайте-ка посмотрим. Стена. Деревянная рамка для стены. Можем поставить? Можем. Превосходно. Значит, давайте поставим здесь деревянную рамку для стены. Сюдыть. И сюдыть мы поставим вот эту штуку. Ну, и зашьем, естественно, все это дело. Отделим, так сказать, жилое помещение от складского и от гаража, который мы тоже потом, может быть, здесь сделаем. Потому что в Малдоро, в принципе, очень много ресурсов. И я думаю, что мы сюда будем наведываться не один раз. Единственное, что пробки на дорогах мешают. Просто, чтобы если прорвутся внезапно через вот ту дверь, ну, не хочу ее каждый раз укреплять на ночь. А спать как-то надо. Поэтому мы сделаем здесь еще одну дверь. Ну, и будем надеяться, что две двери они не снесут за одну ночь. Все, ребят, извините, простите. Занимайтесь своими делами, а я пошел спать. Так, господа, судя по звуку, здесь довольно сильно пованивает. Температура воздуха, не знаю, сейчас в машине посмотрим. Температура воздуха 14,8. Ну, теоретически не должно сильно вонять. Хотя, блин, они же уже разложившиеся. Ладно, в этот раз я еду сразу к полицейскому участку. Хотя, с другой стороны, полицейский участок нам, в общем-то, наверное, и не сильно нужен. Потому что там наверняка закрытые двери. И мы туда прорваться не сможем, потому что у меня нет кувалды. Поэтому, возможно, имеет смысл поехать сначала за медициной и там прошмонать домики окружающие. Да, давайте так, наверное, и поступим. Гоню такой деловой по встречке. Ну, на встречке, на самом деле, здесь почему-то как-то свободнее. Я надеюсь, что здесь не найдется чокнутого автовладельца, который почему-то как-то выжил здесь. И сейчас ездит и соблюдает все правила движения, но при этом за исключением скоростного режима. Вот у нас заправочка. Нас интересует второй поворот после отеля налево. И вот он второй поворот налево. Давай, поворачиваем сюда. Здесь у нас школа. В школу нам не надо. Теперь едем до упора. Т-образный перекресток вроде бы. Или что-то типа того. Блин, нифига себе тут такие толпы носятся. Нет, это вы мне говорили, что зомбей здесь нету, да? Нифига себе нету. Главное потом выбраться. Не, ну, в общем-то, память какая-то осталась на самом деле. Так, и вроде бы вот сюда. Сейчас где-то здесь у нас будет медицина. По-моему, сейчас вот мы повернем налево. Да-да-да-да-да. Вот она клиника. Ребят, вы, надеюсь, мной не сильно заинтересовались? Судя по скорости, с которой она идет, она либо, наоборот, очень голодная. До такой степени, что уже ходить не может. Либо совершенно не голодная. И тоже ей ходить просто банально впадло. Расчищаем всю территорию. О, кстати, энергетический батончик. Давайте возьмем, а то мне несколько впадло. Заниматься собирательством. Я надеюсь, сигнализации здесь нету. Так, что пиликает? Это где-то работает. Либо телевизор, либо радио. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, они вообще не реагируют. А нет, реагируют. Эх, помри, тварь. Так, вроде бы здесь все. Здесь вот у нас есть склад. Ой, на складе складируется... Нифига себе, она просто... Да ты что, издеваешься, что ли? Ты прикалываешься надо мной? Засранец. Нормально меня подвинул. Прошел мимо меня. Пошел дальше. Вообще отлично, че. Неужели ни у кого нет с собой топорика? Как-то это неправильно. О, антибиотики, ребята. Антибиотики-то я не знаю, что такое, но тоже забираем. Ай, это бутылочка для кормления детей. Нет, это, по-моему, нам на самом деле не так сильно нужно. В общем, смотрите, витаминчики, кофеинчик, костюм химзащиты. Не знаю, зачем он нужен, но давайте возьмем обезболивающее. Слушайте, все забираем. А вот это вот армслинг. Это случайно не перевязь... А, это перевязь для руки. Короче говоря, когда рука повреждена, вот можно ее использовать. Хирургическая игла. Слушайте, да, мы, я думаю, что все это забираем. Сейчас в машину скинем. Нормально зашли, нормально. Надо будет только все это разгрести хорошенько где-нибудь уже на базе. А лучше сложить все это в отдельную сумку, возможно. Тем более, что и сумочка у меня где-то там валяется. И запихать уже в машину. Да, давайте забираем вообще все. Здесь нам все пригодится. Еще надо проверить второй этаж. Там тоже может быть что-то полезное. Инвалидная коляска. Взять во вторую руку. Я сразу вспоминаю Дэд Райзинг, как мы с Энди Бро катали зомбарей на инвалидных колясках. Так, подожди, здесь никого нету. Нету здесь никого. Сука, нет, он, по-моему, мне не поверил. Так, прощаемся, дядечка. Ну вот куда ты долбишься? Нет там никого. Я же тебя предупреждал. Нету. В общем, много всяких ништяков. И все это нам надо забрать. Докторская сумка. Вместимость 19, сокращение... Так, слушай, не помещается уже все. Давай, надо, наверное, пойти и в машину все покидать. Одно сидение придется, я чувствую, забить только под медицину. Даже два сидения, наверное, придется под медицину забивать. Ну, антибиотики это круто на самом деле. То есть, если я мало ли заболею, есть шанс, что я все-таки выкарабкаюсь. Ну, а количество бинтов я просто не выживу, если мне надо будет такое количество бинтов заюзать. Так что зашли мы довольно-таки удачно. Да что ж такое-то? Ну, 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 дай ты вещами заняться, а? Вот, ну, не дают мне совершенно нормально поработать и раскидать все, что мы тут скоммуниздили. Не, много-много-много полезных вещей. Так. Что тебе... Ну, нет, глупый вопрос, что тебе надо. Это сидение забито полностью. Здесь у нас еще и бензин лежит. Ладно, давайте на последнее сидение. Да что такое-то, господи? Утомили. Вещевой мешок, кстати. Давай мы тоже его заберем. Правда, в нем что-то лежит. Но это мелочи. Ну и мало ли там еще что-то осталось, пойдем посмотрим. Я вроде не все вынес. Далеко не все. Да? Вы что тут пачкованием размножаетесь, что ли? Еще один стриткнайф. И в наушничках. Нет, в зомби-апокалипсис слушать плеер это так себе идея, на самом деле. Ну, в принципе, она была, хотел сказать, живое доказательство. Нет, она была не живое доказательство того, что не надо слушать плеер. Плеер в зомби-апокалипсисе. Будешь потом ходить и вонять по улицам. Раздражающее пищание. Так, по-моему, кто-то что-то разбил. И, и... Блин. Вот все-таки, все-таки... Нет, ну смотрите. Одну замочил, дед приперся. Ты же уже с седой бородой. Как тебе не стыдно окна бить? Кстати, обратите внимание, окно разбило, а штора осталась на месте. Дед-то профессионал. Комиксы, кстати, можно забрать. И сигаретки тоже мы заберем на всякий случай. Хорошо, что я здесь не брал себе перка-курильщик. Геморройная херня. Взаимодействовать с устройством. Давайте его выключим. И посмотрим, что у нас есть еще здесь. Можно было бы разные вот эти вот штуки забрать отсюда. Но я еще свой город, в принципе, не обобрал по полной. И не собрал всю консервированную еду. Давай-ка мы сейчас лучше бахнем клюковки. Я тут оголодал немножко. И один энергетический батончик, половинку тоже заточим. Похоже, что отсюда я забрал все. Там еще одна комната оставалась, но мне ее в лом смотреть. Давайте лучше проедемся по моей любимой улице, с которой я довольно много сезонов начинал, если вы помните. Вот, наверное, сюда. Да-да-да, вот дом For Sale. А следующий дом был нашей базой неоднократно. О, очень быстрая машина. Ну, я тут у Чеви смотрел, очень быстрая машина вон там стоит. Но я на ней ездить не буду, потому что я, в принципе, такой себе спец по управлению техникой в Зомбоде. Поэтому я боюсь, что наш сезон может закончиться примерно так же, как он закончился у Чеви. Это не самый лучший вариант. А мы тем временем можем пойти прогуляться здесь по вот этим вот всяким маленьким домикам, гаражикам и подсобкам. Там есть шанс найти то, что нам нужно. Ну, шанс-то есть, но как-то не очень. Давайте вот мелочи такие будем забирать. Радиоприемник, пылесос. Блин, ну это, конечно, все классно. Ладно, давай, давай, давай все-таки я разберу и радиоприемник, и пылесос. Надо качать электронику. У меня полтора уровня выкачано. Да, здесь, здесь ничего нужного нам нету, к сожалению. Так, дядечка. Прощаемся. Давай тяжелое все сюда покидаем. Да и не особо тяжелое тоже. И пойдем здесь в доме проверим еще одну. Так, как мне сюда попасть? Вот сюда. Гвоздомет, коробка с болтами. Ничего нету. Нету. Дамочка, вам чем-нибудь помочь? Что вы так усиленно долбитесь в дом? Здесь есть еще одна маленькая сараюшка. Вот она. Ее мы тоже сейчас посмотрим на предмет топора. Короче, топор и кувалду надо брать с собой. Я понял. Это была моя большая ошибка. То, что я ее с собой не брал. Удочку давай заберем. Мало ли, порыбачить захочу. Вы мне тем более говорили, что надо бы порыбачить. И шнур. Потому что шнур вещь тоже очень-очень полезная. И его у меня, как назло, довольно-таки мало. Я думаю, что надо нам собираться потихонечку уже домой. Мы лучше в следующий раз, когда сюда наведаемся. Я думаю, что это будет довольно скоро. Мы лучше сразу с собой возьмем топор. Сразу возьмем с собой кувалду. И доработаем наше помещение как нужно. А сейчас я, пожалуй... Ну, можно доехать. Да, давайте доедем таки до полицейского участка. Может, там какие-то хорошие сумочки будут. Да, поехали до полицейского участка. И после этого на базу. На нашу походную базу в Малдро. И после этого, наверное, домой. Правда, конечно, там у нас пробки на дорогах. И без топора довольно тяжело, может быть, их объехать. Но делать нечего. Я не знаю, где искать этот топор еще. Тут есть еще один, в принципе, склад. Можно туда наведаться? В принципе, да. Вполне себе можно. Блин, я только что чуть не убрался куда-то. Так, тут разбитые машины. Как мне лучше проехать-то? А, вот, кстати, и склад. Походу. Это же склад? Да, только въезд с той стороны. Это я удачно попал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, что-то здесь многовато друзей. И они все меня уже хотят. Так, один. Давай по очереди. Если я найду топор в каком-нибудь теле, то, в принципе, можно будет уже и не париться. Кувалда это вещь нужная, конечно, но топор мне нужен просто для того, чтобы нормально и 100% добраться до дома. Чтобы, если, мало ли, там заросло что-то, и не будет какого-нибудь проезда, топорик позволит расчистить территорию. Не, все-таки посох мне как-то привычный. Я же сказал привычный. Хотел убить ваншотом. Не получилось. Ну, вроде как немножечко подрасчистили. Ты куда такой деловой бежишь-то? Такой даже не обратил на меня внимания. Я, видимо, настолько уже грязен, что от меня воняет, как от них. Они меня по запаху не определяют. Да, господи, сколько ж вас здесь? В конечном итоге это точно плохо кончится. Я же сказал, что точно плохо кончится. Попрощались. Ну, ни у кого топора нет. Ну, неужели никто не ходит по городу, положив в сумочку топор, блин? О, мужик. Молодец, красавчик. Все-таки кто-то ходит. Теперь бы еще кувалду. Я просто действительно хочу здесь построить. Аванпост и кувалда была бы очень кстати. Давай проверим вот этот складчанский. Так, кто там у нас? Ой, там у нас целая грядка. Второй даже не заметил, что первого убили. Ну, я сомневаюсь, что кто-то в сумочке таскает кувалду. Хотя, с другой стороны, может быть, сработает какая-нибудь магическая тема. Типа, вот я сказал о топоре и сразу же нашел в следующем буквально теле. Так, ребят, ну, этот склад надо тоже по-любасу сортировать. Потому что здесь прям очень много всего. Вон, пипка Бендера опять здесь валяется. Бедный Бендер. Вообще, очень популярный, видимо, здесь персонаж. Потому что его пипка используется во всех крафтах, в каких только можно. Кувалда. Кувалда, приди. По-моему, она нас не... Зато здесь есть еще один топор. Ну, отлично вообще. Гвоздики. Ну, хоть что-то, да, надо с собой забирать. Я не могу. Моя вот эта вот черта Плюшкина, она просто вот говорит. Нельзя проходить просто так мимо таких классных вещей. Надо их обязательно забирать с собой. Нет кувалды. Хотя, я думаю, что вы сейчас будете все это дело смотреть. Обязательно увидите, что я ее где-нибудь пропустил. Ну, по-другому просто быть не может. Кузнечный молоток. Ну, чем не кувалда? Только маленькая. Ну, давайте я буду бить не три раза, а 33 раза. Но, чтобы можно было хотя бы как-то уничтожить. Ну, в принципе, с другой стороны, ребят, мы зато в том городе нашли аж, по-моему, три кувалды. И такой момент. Здесь я все-таки бегаю всего ничего, поэтому мог и не найти. Я думаю, что если я бы здесь бегал по всем зданиям подряд, то тоже нашел бы кувалду без проблем. Ладненько, топорик есть. Значит, можно идти на базу, собираться и выезжать уже домой. Ну, и в полицейский участок надо бы заглянуть, да? Так. Слушай, офигеть я везучий! Меня только что чуть не сожрали. Меня точно не сожрали? Подожди, что значит легкий урон? Ничего не значит, видимо. Раз ранений никаких не показано, значит все хорошо. Сейчас так раз, вас тошнит, вы умираете, вам плохо и все. И мы прощаемся. И я снова начну в Малдора и буду строиться в отеле. И вы просто проклянете меня и мой канал, да? Так, поехали искать полицейский участок. Вот, 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 по-моему, вон он. Поехали, посмотрим. Да-да-да, вот полис. Только здесь что-то прямо клиентов просто немерено. Ребят, говорят, что типа зомбари, ну, во всех книгах, по крайней мере, так написано, и в фильмах, что зомбари собираются туда, куда они привыкли приходить при жизни. Сейчас мы тут быстренько выдадим страждущим по очереди. Блин, вот это я сейчас рискнул, на самом деле. Пару раз меня реально чуть не сожрали. Хе, топор выживания. Ну, отлично вообще. Вы что, издеваетесь надо мной? То я не мог найти ни одного. Теоретически, по логике... Сука, что, придется окно ломать? Ну, давай, ладно. Я только что разбил окно в полицейском участке. Я надеюсь, мне не дадут 15 суток. Или 3 года с торгача. Так, ножичек, кстати, по-моему, даже получше, чем этот. Но в любом случае, какая разница, ножичек по-любому это one shot, one kill. Ну, и как я сказал, фиг я здесь куда-то пролезу без кувалды. Ну, здесь вот еще может что-то быть. Но в основные помещения я фиг пролезу. Значит, кожаная сумка, резинка для трусов, наверное. Сейчас мне опять, наверное, скажут, что я пропустил какой-нибудь рюкзак. Но здесь его, по ходу дела, нету. А сюда я пролезть не могу. Так что я отправляюсь к нам на базу. Вот на эту временную. И сваливаю в закат, да. Сваливаю в наш город Вестпойнт, где наверняка уже давно созрела картошечка. И она меня прям-таки ждет. Если вам понравилась эта серия, то обязательно ставьте лайки. Давайте наберем хотя бы 200. Можно даже 250. Я в вас верю. И будет тогда новый ролик. Ну, а с вами был Грини. Всего доброго. Всем пока. И отличного настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова